Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея 9 глава, с 1 по 2 стих. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Толкование блаженного Феофилакта. Своим городом называют Капернаум, ибо Христос жил там. Родился он в Вифлееме, в Назарете воспитался, а Капернаум был всегдашим местом его жительства. Расслабленный сей не тот, о котором говорит Иоанна 5.5, потому что последний лежал при овчих воротах в Иерусалиме, а первый в Капернауме. Тот не имел человека, а сего несли четверо, как говорит Марка 2, глава 3 стих. И при том спустились сквозь кровлю, о чем, впрочем, Матфей умолчал. И, видя Иисус веру их, веру или принесших расслабленного, так как он часто чудодействовал, и ради приносящих, или же вместе веру его самого, называет чадом, или как создание Божие, или за веру его. Желая же показать, что главной причиной расслабления были грехи. Сначала отпускает грехи, а потом исцеляет от недуга и тела. Ну, все, ничего тут нет. Дальше. Матфей 9, глава 3 по 5 стих. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. И Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Толкование. Тем, что знает помышления их, он показывает себя Богом. Ибо никто и оно не знает помышлений. Обличает же их, как бы так говоря, вы почитаете меня богохульником за то, что присваиваю себе право отпускать грехи, что подлинно великое дело. Вы думаете, что я прибегаю к всему для того, чтобы не быть обличенным во лжи. Но я исцелением тела удостоверяю вас и в исцелении души. Делом легчайшим, но почитающимся у вас труднейшим. Докажу и отпущение грехов, которые на самом деле важнее и труднее. А только вам кажется легчайшим, потому что оно невидимо. Ну вот говорят, какие доказательства здесь? На основании вот этих доказательств толкованию уверовать нельзя. Это в любой религии могут говорить так, и говорить прощаются грехи, виссарионы, белые братцы, что угодно будет. Ну а как? Никак. Открыто, не открыто. Кого предопределил, предузнал. Вот это и говорится. Это предизбрание от Бога. Это не доказательство совсем. Хоть на это ссылаются, да, можно ссылаться, но это во всех религиях есть такое. Нужно абсолютно неопровержимое доказательство того, что это был Господь. А доказательств нету. Дело не в доказательствах, а в избрании. Вот я могу просто на практике показать. Вот избранный человек, у него все идет одно к одному, ему доказательств даже никаких не надо. Не избранный, и он будет все время выискивать причину, говорить, это такое вот, там-то было точно такое же, исцеления были и мусульманов, и буддистов, и язычников. Да, были. Но вот я поэтому верю, лучше там буду, оставьте поклоняться. Но это твой выбор. Make your choice. Вот сделай твой выбор. Это конкретно каждому. Дальше. Матфея 9, глава 6 по 8 стих. Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Толкование. Повелел ему нести одр свой, дабы не почли случившимися мечтою, и дабы чудо видел вместе и народ, который почитал Христа простым человеком, хотя и большим всех. Почитал. Открыл и все, почитал. Доказательств, повторяю, недостаточно. И он не избран, его даже и упрекать не в чем, и относиться к нему плохо я не могу. Вот. Мне открыл Бог, открыл, а ему не открыл. Ты иди к фараону, а я ожесточу его сердце. Ну а кто противостанет воле Божией? А ты кто человек, что споришь с Богом? Он не назначен. Есть сосуды в высоком, чистом употреблении, есть в низком. У него другая роль на этой сцене, которую Шекспир называет жизнью. Сцена жизни. Ему не открыто. Я ему сделал 2-3 вместо доказательств, очень веских, раскопки какие, там что угодно можно подделать. 50 миллионов, 2 миллиарда лет назад Земля образовала, взрыв, коллапс, что угодно можно говорить, ничего проверить нельзя. Ученый какой-то верит, но вера ни на чем не основана. У меня основана на Священном Писании. Так написано. Да бумага все терпит. Для меня это не бумага, для меня это слова, оттуда я это все получаю на молитве. Я встал на молитве, стал просить Бога, дай мне веру. Я встал, я совершенно другой человек. У меня рождение свыше было мгновенное. Сразу. Я попросил Бога, первая моя молитва была. Я не верю тому, что написано в Слове Божьем. Дай мне эту веру. И Бог дал. Матфея 9, глава 9, стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Толкование. Призвал его не в одно время с Петром и Иоанном, но когда увидел в нем готовность веровать, так и Павла призвал после, когда было благовременно. Ты же поделись евангелисту, который так откровенно обличает свою жизнь, тогда, как прочие скрыли самое имя его, назвав именем Левия. А что он обращал на одним словом, это было дело Божие. Ну, дело Божие. Вот ответ. Какие доказательства были, что это именно Господь, Христос, обещанный Мессия? Никаких. У нас была еврейка, и она говорит, мессианские евреи. Но веру она не пела. И оказывается, они Христа за Бога не признают. Я стал с ней говорить, а почему? А скажите, если бы сейчас во временной форме мы туда бы возвратились, вы пригласили, как за Хей Христа, вы бы признали его за Мессию обещанную? Признал. А что это Бог, Творец мира, необъятный Бог, сидит за столом? Вы признали? Я говорю, нет, не признал. Ну, а что с нас спрашиваете? Но она права. Это сегодня, когда уже символ веры выработан, каноны, соборы, жизнь прошла, доказательства, Писание знаем, новозаветнее, мы ссылаемся, это новозаветнее. Эммануил, с нами Бог, это все так. Но главное, это внутреннее посещение Духом Святым. Дух Святой открыл или не открыл? Он открыл дверь, Он возродил нас. Он наградил нас этой верой. Он дал ее, а Ему не дал. И спрашивает несколько больше. А ты за что его судишь? А ты то, что споришь с Богом? Это единственный вопрос, на который Павел не дает ответа, а просто крикнул, замолчи. Он его не избрал, а на этом все. А ты свое избрание смотри и не потеряй. Тебе открыто, ты поверил в это, день и ночь благодари Бога. Я верю во святую, единосущую, нераздельную троицу. Это дар неба. Он дал мне это с детства, когда я только стал осознавать себя личностью. Может быть, год мне было или два. Мне дал Господь большую и удивительную веру, и я с ней прожил жизнь. Дальше. Десятое, одиннадцатый стих. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пес с мытарями и грешниками. Толкование. В великой радости по случаю посещения Христова Матфей созвал мытарей, друзей своих. И Христос для пользы их ел вместе с ними, хотя за это и порицали его. Так фарисеи, желая отвлечь от него учеников, осуждались и общение в пище с мытарями. Ну, это осуждать, это чисто старообряжческий подход. Не молись, не молись, с тем не молись, тут не встречается, тут не разговаривай, лишу причастия. Это все переходит и сюда. Бог дал человеку свободу. И я свободен в рамках узаконенного. Вот я с ребятишками, когда остаюсь, бывает в лагере, здесь я им сразу очерчиваю круг. Вот тут, может, это наша территория. И тут вот какие правила. Бум, это 35 метров ходит, там, где разъезд переходит. Три поклона, обратись к старшему, разуйся, три условия. А нет, я тебе буду помогать, учить тебя ходить. Все остальное нарушение. Нарушение, значит, я тебя снимаю с дистанции. Вот так. Матфея 9, глава 12-13 стих. Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать неправедников, но грешников в покаянию». Толкование. «Я пришел ныне, — говорит, не как судья, но как врач. Посему терплю и смрад. Обличают еще и как невеж. Вы, — говорит, — до ныне не научились. Так хотя бы теперь пойдите и узнайте, что милосердие грешникам для Бога приятнее жертвы. Я пришел призвать не вас, а правдующих самих себя, тогда как нет ни одного человека праведного. Я пришел призвать грешников, впрочем, не с тем, чтобы оставались грешниками, а чтобы покаялись». Все. 14 стих. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Толкование. «Ученики Иоанна укоряли Христа несоблюдение поста из зависти к славе Его. Не смея сказать прямо Христу, для чего ты не постишься, они говорят, почему твои ученики не постятся? Вероятно, они недоумевали, каким образом без подвижничества он может побеждать в страсти, чего Иоанн не мог сделать. А того, что Иоанн был простой человек и праведен стал по причине подвига добродетели, Христов же Бог и сам весь добродетель, они не хотели знать». «Тут еще не надо, принимаешь или не принимаешь. И поэтому спорить, как говорится, с пеной и доказывать, ничего не надо этого делать. Привел два неопровержимых довода, он не верит, ему не открыто, не открыто. Но он об этом не молится, и в этом его вина. А можно ли изменить это отношение? Можно. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Господь успокаивает открытием тайн. И в вечности будет для исцеления дерева, листьями его исцеляться. То есть тончайшее разумение откроется». Матфея 9, глава 15, «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Толкование. «В настоящее время, говорит, пока я нахожусь с моими учениками, есть время радости». Женихом называет он себя самого, как обручающий себе новый сон вместо умершей древней синагоги. С сынами брачными называют апостолов. «Будет, говорит, время, когда я пострадаю и вознесусь, тогда они, подвергаясь гонениям, будут поститься, будут алщебе и жажде. А чтобы показать, как слабы были тогда ученики его, он превосокупляет». 16-17 стих. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает та же вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи и в вино вытекает. И мехи пропадают, но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое». Толкование. «Ученики, — говорит, — еще не так крепки, чтобы можно было налагать на них чашки заповеди, но еще требуют снисхождения и легкого времени». Говоря это, он давал уроки ученикам, дабы и они, когда будут учить вселенную, снисходили и с первого раза не налагали чашки заповедей. Новая, суровая заплата и новое вино означает пост, а старая одежда и старые мехи — слабость учеников». Не только это. Старое накладывает, какие обязанности придумали в монашество, такие обеты, интердикты у католиков. То есть очень многое. Церковь накладывала обязанность воевать и защищать. Это все было. Абсолютная покорность, слово не скажи, слово. Языки резали, смотришь до столя режиссера, «Раскол», там все это показано. Какую веру привезли? Никакого отношения к Христовой евангельской вере это не имеет. Просто нет. Это другая область. Матфея 9, глава 18-19. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. Толкование. «Видно, и этот имел веру, только небольшую, потому что просил Иисуса не слово только сказать, как говорил сотник, но и прийти и возложить руку. Он говорил, что дочь его уже умирает, тогда как, по сказанию Луки, она еще не умирала. Так говорит он, или гадательно, потому что оставил ее при последнем издыхании, или чтобы, преувеличением беды, побудить Христа к милосердию. Скорее идти и не презреть его». Хорошо. 20-го по 22-й стих. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус же, обратившись, и увидев ее, сказал, «Держай, черь, вера твоя спасла тебя, женщина с того часа стала здорова». Толкование. Будучи нечиста по своей болезни, эта женщина не смела подойти явно из-за опасения, чтобы не воспрепятствовали ей. Впрочем, скрываясь от людей, она была уверена, что получит исцеление, если только прикоснется к краю одежды его. Но Спаситель обнаружит ее не от того, что искал славы, а чтобы обнаружить веру ее для нашей пользы. И для возвышения веры в начальнике синагоги. «Дерзай», говорит он ей, «потому что она оробела, как похитительница дара». Щерью же называют ее как верную. Показывает также, что если бы она не имела веры, не получила бы и благодати, хотя одежда и святая. сказывают, что эта жена устроила каменное изображение спасителя во весь рост его, и что у ног всего изображения росла трава, помогавшая кровоточивым женам. Во время Ильяна нечестивцы разбили это изображение. Матфея 9 глава с 23 по 24 стих. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Толкование. Так как девица не была еще замужем, то по закону оплакивали ее брачными свирелями. Христос говорит, что она спит, потому что для Него могущего воскресить ее, смерть была не более как сон. Не дивись, что смеялись над ним. Этим они более свидетельствуют о чуде, что он воскресил действительно умершую. Смерть девицы была признана всеми, чтобы никто не мог сказать, что с ней только случился сильный болезненных припадок или просто обморок». Дальше. Матфея 9 глава 25 по 26 «Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку и девица встала и разнесся слухостью по всей земле той толкованием. Где народ и молва, там Иисус не творит чудес. Научая тем и нас совершать все духовно, не иначе, как безмолвие, он берет девицу за руку, чтобы сообщить ей силу. «Если тебе случится быть умершленным грехами, то и ты воскреснешь, когда он возьмет тебя за руку при деятельности, изгнав из тебя толпу нечистых страстей и сует житейских». Пошли вперед. Матфея 9 глава 27 по 28 стих. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Толкование. Как Богу слепцы говорили ему, «Помилуй нас», а как человеку взывали «Сын Давидов». Ибо всем иудеям было известно, что Мессия произойдет от племени Давидова, заставляя слепцов идти за собой до самого дому, потому что хотел обнаружить твердость их веры и обличить иудеев. А чтобы показать, что все зависит от веры, спрашивают их, веруют ли они и сцеляют их в доме наедине, чуждая славы. Он всюду дает нам уроки смиренно-мудрее. С двадцать девятого по тридцать первой стих. Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле твой толкование. «Видишь ли смирение Христа, как запрещает он разглашать о себе? Но они разгласили, впрочем, не по ослушанию, но по чувству благодарности. Ежели в иных случаях оказывается, что Христос говорил, «Иди, поведай славу Божию», Луки 8, глава 39 стих, то здесь нет немало противоречия. Он хочет, чтобы о нем не говорили ничего, но проповедовали славу Божию». Это все принимать тут никаких нет таких комментариев. Матфея 9, глава 32 по 33 стих. «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле, толкования. Эта немота была неестественная, но от демона. Посему и приводят его другие, сам по себе не мог он просить, потому что демон связал ему язык. По этой причине Христос не требует у него веры, но тотчас врачует его, изгнав, отнявши у него язык демона. Удивленный народ ставит Христа выше пророков и патриархов, ибо он исцелял со властью, а не так, как те по молитве. Но посмотрим и на фарисеев, что говорят». Матфея 9, глава 34 стих. «А фарисеи говорили, он изгоняет бесов в силу князя бесовского толкования. Слова крайнего безумия, ибо никакой демон не изгоняет демона. Положим, впрочем, что он изгонял демонов, как слуга князя демонского или посредством магии. Как же он исцелял болезни, отпускал грехи и проповедовал царствие Божие? Демон поступает напротив, он производит болезни и отвращает от Бога». Как узнавать от Бога это или от дьявола? Существуют определенные меры, по которым можно узнать. Матфея 9, глава 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам, селениям, уча в синагогах и проповеду Евангелие царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людях». Толкование. «Будучи человеколюбив, Господь не дожидается, когда придут к нему, но сам ходил всюду, чтобы никто не имел причин оправдываться и говорить, что никто не приходил учить нас. Он привлекает их и делом, и словом, уча и чудо действуя». Матфея 9, глава 36 стих. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Толкование. «Люди были в замешательстве от глада слова учения. Они не имели пастыря, так как начальники их не только не исправляли, но еще развращали их, между тем, как истинному пастырю свойственно родить о пасте и полагать за нее свою душу». Матфея 9, глава 37 по 38 стих. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Толкование. «Жатвы называют народ, требующий попечения, а делатели тех, которые должны учить, но которых тогда не было в Израиле. господин жатвы есть сам Христос, как Господь пророков и апостолов. Это видно из того, что он поставил 12 апостолов и не спросив от Бога». Ваши комментарии, Игнатий Лак. «Говоря о своих современниках, Иоанн Златоус замечает, 12 апостолов заквасили евангельской проповедью весь мир, всю вселенную. Сознайте же, насколько худы мы, что если нас столько много, а город почти весь неверующий. Вопрос о делателях встал с первого дня, но так и не разрешился до ныне. При жизни Христа это имело объяснение, потому что Дух Святой еще не сходил на землю. Но со дня Пятидесятницы и особенно с начала гонения в Иерусалиме, проповедь о Христе, благая весть о спасении, дарованной Богом, как пожар разрасталась не только в Иерусалиме, но и во всей Римской империи. Деяние 8 глава 4 стих. Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали Слово. Проповедь о Христе включает в себя признание каждого самим себя грешником, погибшим, бесповоротно и навсегда. Человека нельзя исправить никакими таинствами, требами и богослужениями и никакими святынями. Истинные делатели на Ниве Господней всю свою проповедь иногда сжимают до трех слов. Марка 1 глава 15 стих. Покайтесь и веруйте в Евангелие. 1 Иоанна 4 глава 8 стих. Бог есть любовь. В более расширенном варианте это звучит так. Римлянам 5 глава 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к эфесянам 5 глава 14 стих. Посему сказано «Стань спящий и воскресни из мертвых и осветить тебя Христос». Евангелие от Иоанна 3 глава 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Деяние 4 глава 12 стих. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Все эти стихи священного Писания нужно выучить наизусть и знать их полное растолкование. Каждого из этих стихов достаточно делать анонимию Божией, чтобы успешно сжать пченицу и бороться с плевелами. Житье святого евангелиста Марка должно побуждать архиереев решительно и быстро находить достойных для рукоположения. Горе, когда вместо пастыря будет волк-наемник. Если пастырь сам не родился свыше, не руководим Духом Христовым, кого он может привести ко Христу, вся деятельность апостола заключалась исключительно в проповеди, в соделывании святых из грешников, чтобы из волков получились овцы, из савла Павел. Об этой нужде церкви должен молиться каждый, принявший Христа в свое сердце. Если душа не возродилась от Духа Святого, не имела личной встречи со Христом, то никакие семинарии, академии, рукоположения ничего не дадут. И чем выше такое будет подниматься по иерархической лестнице, тем более будет возноситься умом, переполняться тщеславием, интеллигентским снобизмом, всезнанием, а нужно только одно – любить Бога, любить людей. Кто не проповедует о Христе, об этой небесной амнистии грешникам, тот не любит Христа и благой весть. Быть делателем на Ниве Господней – это небесное призвание уже в звании оглашенного. Исцеленный Христом бесноватый тут же отправился в город и возвестил всем, что он здрав, а свиньи утонули, погибли. Господи, Иисусе Христе, сжалься над несчастной Россией, тысячу лет уже она взывает к Небе в лице святых Твоих, избранных Твоих. Господи, вышли истинных служителей, любящих Слово Твое, и чтобы выше проповеди ничто не стояло в их жизни и в нашей. Проводи пастыри, чтобы они искали Тебе, Слово Твоего, чтобы не внешний блеск, ритуал богослужения, оживая проповедь, на родном русском языке обращали людей к Тебе. Вышли истинных делателей на Небу Твою. Конец 9-й главы. Вот комментариям моим нерасположенные священники там архиереи. Я спрашиваю, а с чем вы не согласны? Никак не могут показать. Ну вот я каждый комментарий свой, их 197, вот определить, что тут не по Евангелию. Я усиливаю только места и святых отцов и своими комментариями о необходимости знать Слово Божие и крайней необходимости всеобщей проповеди. не так, что у меня таланта нет. Таланта нет, это даже нельзя назвать талантом, это сама сущность. Какой талант, если ты слушаешь ушами? Какой талант? Когда ребенок учится, говорит мама, дальше учится в школе и учится, говорит это не талант, это то, что делает человеком. Так и здесь, это то, что делает христианином. Это вера. Это необходимость свидетельствовать, говорить. Мы можем о нем иметь и вообще не разговаривать, но голос наш будет открыт для благовестия. Вот считаем, когда только что считали дух немой, вот немой человек не разговаривает, это дьявол, а Захария, тут надо оговорку делать, что иногда бывают исключительные случаи, когда в немоту погружает Бог, хотя перед этим мы прямо слышали, что это дьявол, Господь разрешил, а тут от чего разрешать, он исполнился Духа Святого и стал говорить, и везде исполнился Духа Святого, то есть наполнился до краев и стал не то, что хорошим, и выберем из среды себя семь уже изведанных, исполненных Духа Святого. Вот по таким критериям избирали бы если патриарха, ну избрали бы наверное другого, который вообще может и ково отношения не имеют. Вот когда нужно буддистам после главного Далай-Лама искать на его пост, они везде ищут, ищут у кого какая там бородавка где-то у него была и наконец в одной семье находят и сразу статус этой семьи другой будет. Этот царь, как царь, как первосвещенник родился у вас, дальше заботятся о ней, поддержат эту семью, ребенок растет, его всему учат, там тантры там разная являются мертвецы и он совершенно безучастный сидит, только смотрит, лежит ложка поднялась, согнулась. Ну ложки ломать то можно и без этих самому своими силами. Вот в чем заключается комментарий. Усилить другой цели нет. Усилить это и обличение, это скорбь, сожаление, но все это ради того, чтобы нас Господь увидел другими, чтобы начали работать, разорвать вот этот порочный круг, ссылаться на кого. Ну а я что, я счет сделаю, а вот священник кто другое, никто ничего не сделает, Бог делает. И сеющий, поливающий ничто. Давай. Я сейчас посмотрю, у меня программу, которая есть, показывает, по особой программе работает, это идет ужатие, очень большие ролики, и она ужимает их. Вот она сейчас снова ужмет, и я снова начну ставить. Вчера долго ужимал, и сегодня всю ночь я находился, лягу, прилягу маленько, это я опять перезаряжаю, прилягу, заряжаю, и вот те, которые, это сегодня у нас 12-е, 12-е, кажется, сегодня, это у меня записная книжка, я записной книжке уже более 50-ти лет веду записи. Я сейчас только открыл, я уже сразу знаю, ага, что у нас здесь, вчера у нас было, значит, 11-е, сегодня 12-е. и выставили сколько роликов, это я в основном даю то, что у нас потеряевки было, вот, всем показываем, вот сегодня с Америки звонил один, и придется ему подарок сделать, выслать, новый завет трехтумник, полное толкование, блаженного фатилакта с откровением по всем святым отцам, отец Геннадий Фас это сделал, видите как, вот, он подарочный, это мое издание, лично мое, вот, помогали, конечно, многие, комментарии, это мои, вот, вот, новый завет с толкованием, это глава третья, и закладки такие под цвет российского флага, я это все объясняю, и немаловажно то, что мы взяли иллюстрации, 230 иллюстраций Юстава Доре, их раскрасили, и 10 из классики, потому что я считаю 10 иллюстраций из классики, это на мои комментарии, вот, маленько отойду, чтобы не мешать здесь показать, это наша комнатка маленькая, где вот живем мы с братом, и попросили насчитать Евангелие с толкованием блаженного фатилакта, ну, с комментариями, конечно, без комментариев что? Это у всех есть, а комментария это означает, что я ее пережил, это, что у нас есть, вот, эта книга воспоминания, книга третья, игумен Кирилл Сахаров с Берсиньевки, удивительный человек, обладающий писательским даром, я был у него, он приезжал в лагерь со своими детьми, он все ведет служение по-старообрячески, это мне не нужно, а в основном это глубоко порядочный, хороший человек, вот, свидетельствуя другим о Господе, человек по неволе сам подтягивается до нужного уровня, потому что, как же, говоря другому, а сам себя не учишь, вот, эти у меня магнитофоны, это вот они 320 рублей стоили, и когда меня арестовали, таких магнитофонов было у меня 15 магнитофонов, наверное, свидетельствовали, еще фотоаппарат, последний, я вот, могу даже показать, только что купленный, я люблю фотографировать это брат Владимир как раз стоит здесь, получится, не получится, но икону, это иконостас наш, необходимо, я слышал такое, к нам приезжал фотограф, Михаил Масленников, он фотографировал в алтаре с патриархом Алексеем Вторым, но есть люди, которые говорят, не надо делать, мешают, молиться, а патриарх Алексей Второй, Ридигер, сказал, не мешайте, это история наша, и пусть это останется потомкам, будет, как-то люди смотреть, как люди веровали, мне слова эти нравятся, я сторонник того, что многое нужно записывать, и через это мы научаемся друг о другах, нам Господь это дает, открыл, вот, к нам приезжают, когда священники, мы все снимаем, а как раз сейчас вот идет ужатие, и сегодня я уже выставлю на свой форум, вот, а что это такое форум, вот, даже показать, здесь рядом, близко, было, что будет, вот, а то вторая страница на меня вышли, вот это вот наш форум, а так сказать, mail.ru, в mail.ru я нахожусь сейчас, вот, здесь, я не знаю, почему у меня вдруг оказалось, а, это ужатие идет, эта программа сама ненужная закрыла, наш сайт, вот он сайт, очень большой сайт, 50 книг аудио, мной здесь насчитано, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, Добротолюбие, 5 томов, 4 книги Григория Диченко, ну, 50 книг в общей сложности, Архипелаг Гулаг, полная Библия, с неканоническими книгами, вот оно где, во свете Библии, православный библейский сайт, к истине один народ друг, а вот православный форум Игнател, ну, вот этот книг, православный форум, и сразу открывается православный форум, и там 1440 тем, больших тем, 1000 фотографий, вот оно, православный форум, видите, как выглядит, одному ничего не сделаешь, это разные люди помогали, они ведут тут работу, но наполнение полностью, все мое, не считая, кто на это отзывы какие делает, я просто для этого считаю избран, мне это положено на сердце, и мы сделали это, я не знаю, кому это как сегодня, нравится, не нравится, то, что я говорю, вот, но у нас еще открылся канал в Ютубе, и теперь уже там разграфлено по папкам, по темам, находить, я сейчас покажу канал, Игнатия Лапкина, больше ничего нету, вот он, православные видео, канал открытым оком во свете Библии, здесь есть материалы у нас, которых нигде нет, наши миссионерские поездки, работа, много про детский лагерь, что с нуля строим православную деревню, где может поселиться кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует, мир всем приходящим на наш канал в Ютубе, вот это вступительное, вот оно. Содержание материалов, которые здесь находятся, посвящено одному, чтобы человек узнал, кто он такой, и как избрать лучший путь, и спасти душу свою для вечности, то есть все делается по святой Библии, во свете Библии, материалы большие, вот в прошлом году, мы проехали 240 городов и районных центров, проехали мы в прошлом году от Москвы до Владивостока и Порта Находки. Нынче поездка наша была дальше, мы проехали 15 стран, начиная с Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Австрии, вышли на Ростовскую область, полностью прошли по всем районам, Ставрополье, Краснодарский край, и 6 исламских республик, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня, там были мы два раза, много очень фотографий, почти полторы тысячи. Вот я закрываю, понятно, о чем речь идет, нам есть что предложить людям, это все наше, мы ниоткуда это не берем, и поэтому, если бы были дружественно настроенные, патриархийные, то они бы могли подчеркнуть здесь бесценное сокровище, мы как-то в машине ехали с епископом Барнаульским Алтайским Антонием Масендичем, он сильно звал к себе, у меня ни одного миссионера нет, а я 50 лет этой работой занимаюсь, я в это время вел три радиопрограммы, выступал на телевидении, ага, говори, давай, икона начала миротащить у вас, так, и что? Так, вам что, нужен какой-то совет? Не знаю, что такое, но вот когда исследовали, специально была комиссия в патриархии, там Иоанн Экономцев, Архимандрит, и после исследования биологическое масло, они говорят, не сатана ли над нами издевается, и поэтому, если вы что, вы отнесите в ближайший храм, где священнику отдайте, и на этом все, и молись, чтобы сатана вас не искушал. Иудеи требуют чудес, запомни, и златоуст говорит, мне чудеса не нужны, на чудесах сатана воцарится, антихрист будет, и поэтому надо глаза зажмурить, и молиться, и плакать. Мы грешные, что-то у нас миротащит, себе под носом-то не разберемся. Не надо. Это не надо, не надо. Ну, чтобы у вас не было никакого подозрения, возьмите, отнесите к священнику, и все. Вот. Отнесите, и все. Да. Слава Христу. Все, отошел. Благодарю. Видишь, какой случай. Знакомая наша сестра, у нее, замира, тащили икону. Это такое и есть. Мы не против икон. Мы просто говорим, что не надо за этим гоняться. Люди с ума сходят. Делается, как помешанное, как бешеное. Еще лучше для этого не будет. Я вот могу предложить то, что у нас есть. Вот это вот у меня 38 книг изданные. Это Новый Завет с толкованием. Для Слова Божия нет уз и к истинному православию. Вот я в нее ткну, если в это время она, ну, сейчас трудно просто открывать. Открывает заголовки. В любой заголовок только ткни, и она сразу показывает содержание. Вот она. Открыла к православию, к истинному православию. Сегодня с Америки только звонили. Вот. Допустим, от церковной дисциплины к истинному крещению. Вот к истинному крещению 42. Вот она. Ткнул к истинному крещению. Очень легко, удобно. Это все из книги. Я на эту книгу материал собирал 40 лет почти. Помогали и профессора, и академии, и кто только не помогал. По фразе по одной находили. 136 свидетельств того, что погружение должно быть полное. 136. Из святых отцов, канонов. А у тех, которые мощны, только как бы у них ничего нет, кроме проклятого небрежения. 48.10. Иеремия. Проклятое дело Господне делает небрежно. Такого никогда не было. Это о католичии или даже сказать нельзя никак. Это патриарх все знает, может и сам он не крещеный. Неужели с этим надо соглашаться с беззакониями? Да какие же его православные? Никогда этого не было, чтобы православные были не крещеные. Ладно, во славу Божию. Я начинаю дальше работать здесь. Вот видишь?